Доброе утро еще раз всем! Валерия Майорова, Влад Кутузов зовут меня, и у нас замечательные гости сегодня, которых мы ждали. У нас группа Доги-Доги в эфире! Здравствуйте, красавцы! Красавцы и красавицы, которые прямо сейчас легкая походка ваша. Слушайте, у меня знаете какой вопрос? Подожди, Лера, у нас Сергей, Владиус и Нина в гости. Ну хорошо, ну спасибо. Потому что все знали. А вопрос-то у меня уже рвется. Вот, я не знаю, видно там или не видно плату. У пацанов очень красивые штаны сегодня. Пацаны, вы штаны... Вот! Вот, вот! Вы штаны шили из того платья, которое было на модели в вашем клипе? Это не модель, это наш участник коллектива Нина. Собственно, это было мое платье, да, я отдала ее. У него было платье до пола. Собственно, мои штаны из ее платья. Так, Нина, ты понимаешь, что я тебя не узнала, значит, ты будешь жить богато и долго. А Владиуса штаны золотистые из конфетти енота, если кто видел. Так, слушайте, ну песня с одноименным названием енот заслуживает нашего внимания. Во-первых, конечно, сюжетная линия клипа. Давайте ее разберем, пока вот все это свежо в памяти. Что это? Енот — это такое наше альтер-эго. Влад говорит, что больше мое альтер-эго, но на самом деле наше. Он уже не такой хороший, как Горяч. Нет, у меня другое альтер-эго. Вот, енот, там, в принципе, все очень понятно. Это такой самодостаточный, самовлюбленный енот, енотище, который прожигает свою жизнь и, собственно, насмехается над всеми ночными девушками, которые вот так глупо прожигают свою жизнь. Какая глубокая философия. Тот редкий случай, когда животные смеются над людьми. То есть над нас с вами практически. Слушай, я хочу пригласить нашу беседу слушателей и зрителей, потому что действительно беседа обещает быть увлекательной. Друзья, если у вас есть вопросы к группе «Доги-доги» по клипу или вот просто вот по жизни, то давайте задавайте. Ну и, насколько я знаю, вот помимо того, что енот – это твое альтер-эго, сегодня просто День домашних животных, есть ведь у вас реальная животинка такая, енот. Енот, да. Он у нас тоже четвертый участник нашего коллектива. Его недавно назвали, это еноточел. Еноточел, да. Его зовут Патрик, и он офигенный танцор. А чего он сегодня-то не пришел? Он отжигает прямо на сцене с вами вместе? Да, он отжигает прямо на сцене. И просто нам сказали, что здесь нужно говорить, а не танцевать. А он у нас молчун. Ну, в принципе, мы могли бы замутить такую перформанс, конечно. Но в следующий раз. Есть повод для следующей встречи, кстати. Будем считать, что енот просто отмечает сегодня День домашних животных, а вот потом, в следующий раз, когда вы придете в концертный зал, а я уверена, что это случится. Главное, чтобы он. У нас седьмого числа концерт. Вот Патрик, если ты нас слышишь, видишь, пожалуйста, приходи в себя, да, отмечай сегодняшний праздник до седьмого числа. Да, и позвони нам, пожалуйста, в эфир или напиши сообщение куда-нибудь ВКонтакте, группу Viber, WhatsApp. А вот вообще, там еноты, они с телефонами хорошо справляются, да, у них же пальцы, все как положено, берут телефоны и вмокают их куда-то следующее. Да, он вообще совсем хорошо справляется. Ущерб какой-то приносил имущество? Исключительно только все внимание женское Патрику, а мы вот просто голодаем. Так, ну подожди, Нина, давай подробнее. Что за ущерб приносил тебе Патрик? Ну, собственно, в этом клипе, в конце клипа я, он меня вообще сжигает, поэтому я считаю, что это такое... Это пламя страсти. Да, это ужасный ущерб, но в следующем я уже воскресаю, поэтому... Видишь, как удачно. Ну, да. Кстати, Нина, идея твоего сожжения была моя. Я даже не сомневалась. Вот так вот отношения в коллективе. Хорошо, что все хорошо заканчивается, хотя бы. А у вас ведь еще и вообще концепт некий в одежде, да? Разбуди свое внутреннее животное. Да, да, есть такое. А слушайте, откуда это вообще? Для чего? Зачем? Если, кстати, обратите внимание, видите, я зебра. Ты зебра? Сегодня, да. Платье сегодня леопард, хотя обычно леопард я. А я сегодня дрессировщик. Где твоя хрустка? У нас большой коллектив, и мы большим коллективом ходим все время на эфиры. Вот там вот за кулисами еще наш пиар-менеджер и СММ. Они тоже, если обратить внимание, один в Дональдаке, а на другом Енот. Красавцы, красавцы. Ну, наш тут узнаем. Поэтому все, видите, все в концепции живут. Слушай, ну вот так вот, раз уж мы уже озвучили, что Настя есть пиар-менеджер, а у вас первая песня, вот Енот, как раз была про Анастасию. Являлась ли ваша пиар-менеджер музой? Разберялся как-то. Мне кажется, в песне там все сказано настолько прямолинейно, что... Прямолинейно. Ну, хорошо, хорошо. Настя вот дожила песню и посетила. Слушайте, ну поскольку мы с вами... Жаль только, что сожгли не Настю, а участников... Ну, если бы Настю сожгли, то б вас привелся, да, понимаете? Да вы добрые, ребята. С вами опасные медиа. Слушайте, я, насколько знаю, что вообще очень судьбоносно как-то вас судьба бы соединила, потому что вот Сергей, ты же бывший участник группы Крюгерс, и, насколько я знаю, Владис тоже должен был там изначально участвовать, правильно? Ну, он там поучаствовал какое-то время. Мы хотим знать, говоря, короче, как все происходило, кто с кем встретился, кто был локомотивом, кто и так далее. Ну, да, изначально у нас была группа Крюгерс. Кстати, я, когда заходил на страну ФМ, заметил на стене почета, висит, как я говорю, мой бывший. Мой бывший гитарист из группы Крюгерс. Мы, когда проходим мимо, кланяемся всегда. Всегда. Леша, тебе кланяется. Он, кстати, в депортации до 19-го года, может, ему это поможет. В депортации. Вот. Была группа Крюгерс, потом, как обычно, ну, то есть у нас все, в принципе, было неплохо, но бывает такое, что семьи распадаются, вот, дети остаются сиротами, вот, и все такое. Сначала вот сиротели мы без Алексея. Пришел на помощь Владиус, поиграл какое-то время с нами на гитаре, а потом как-то все так развалилось, и мы быстренько сориентировались, потому что у нас с Владом уже было, наверное, за полгода до нашего развала с группой Крюгерс, у нас уже было очень много песен для Доги Доги, и мы думали, что это будет какой-то интернет-проект. Да, мы просто экспериментировали. Ну, это все вылилось в целую историю, и теперь у нас новый коллектив, и чему мы очень рады. Слушай, ну, про вас-то интересно, слушай, ну, мне-то интересно, как Нина появилась в коллективе. Ребята, давайте об этом считать. Нина появилась тоже спонтанно, потому что мы изначально... Я изначально хотел девушку в коллектив. Наш менеджер категорически была против. Да почему? Естественно, зачем не конкурентка? Нет, и все, енот, и все. И вот я очень долго доказывал, но в итоге есть как есть. И Нина как? Я Нину давно знал, просто мы встретились как-то в столичном каком-то клубе, не помню. На мероприятии, да? Да, на мероприятие, я просто подошел, увидел, привет, говорю, привет, давно не виделись, вижу, что время от человека не испортило, вот, все прекрасно. Я говорю, так вот, очень быстро у нас был диалог, я говорю, будешь в третьей группе? Она говорит, буду, на следующий день поехали в студию, все. Все, молодцы, все. Да, вообще прекрасно, мне кажется, когда ненадуманно вот находятся люди вот в коллектив, вот они так вот спонтанно направляются. Самое лучшее, да. Слушай, друзья, мы хотели сказать, что у нас сегодня премьера клипа, между прочим, еще ближе к финалу этого часа, правда же, да? Это не клип. Это не клип, это лирик-видео. Ну, вообще, все равно. Официальный видеоклип у нас будет попозже, и там очень крутая идея. Ребят, хотелось немножечко поговорить вот о чем, углубиться в технологии вашего творчества, то есть конкретно кто из вас троих чем занимается, на ком, какая миссия в группе. Сергей, Владиус, Нина. Нина, отвечай за красоту. Это в априори. У нас, Сережа, сложился такой хороший тандем творческий, вот, там, поэт, песнописец. Песнописец. Вот, я занимаюсь, ну, больше музыкальной частью. Там, аранжировочка, там, ну, саунд-дизайн, в общем, подбор инструментов. Делает песни, сочиненные мной под гитару, красивыми. А это вы сами все делаете, на самом деле? То есть у вас нет аранжировщика, который дополнительно вам все это делает? Нет, мы это делаем вдвоем. У нас есть еще один человек, который нам помогает уже на выходе, на выходе песни, когда уже песня готова, он ее сведение, сводит, мастерит. Ну, это отдельная история? Ну, кому известны такие вот термины? Влад известны, кстати. Я думаю, что наша публика подкованная. А я уже просто приспособилась. Я все неизвестные термины, я головой киваю, умная, я что-то понимаю, да. Как истинная младенка, как Нина. Нормально, нормально. Нина меня поймет. Девочки, какие же вы хорошие. Мы хорошие. Мальчишки, у меня, знаете, какой вопрос? А у вас нет какого-то такого соперничества за поклонниц? Вы вообще совершенно разные. Ну, насколько известно, девчонки всегда западают на гитариста. Ну, это вот, это формула такая, знаешь ли. Ну, так как у нас Влад играет на электрорасческе, на клавишах, хотя он на самом деле гитарист. Нет, у нас нет соперничества, потому что у нас абсолютно разные вкусы. И вот те страшники, которые нравятся Владу, обычно не нравятся мне. И так же наоборот. Ты смотри, ты сейчас очень опасно высказываешься, потому что можешь выйти оттюду, а там вот страшники, которые нравятся Владу, уже стоят, и все. А слушайте, ну, а вообще вот как-то фанаты... Да нет, мы дружные ребята, на самом деле. Вот мы, если вдруг там что-то нам понравилось одно, мы как бы договариваемся, ну, что, мы жадные, поделимся. Это вы о девушке говорите? Нет, это... А мы о девушке говорим. Слушай, ну а песни, когда они создаются, у вас легко все проходит? Или вы как долго спорите, доказываете друг другу, куда двигаться, в какую сторону? По-разному. По-разному, но на самом деле, лично я вот не люблю этих творческих мук, вот, там вот этих мучений. У меня, если песня получается, она пишется буквально там минут за 15-20. Если такое не происходит, тогда я просто откладываю инструменты и хожу дальше, ищу это вдохновение. Да, порой долго приходится копаться в аранжировке, вот именно когда песня придумана, и нужно сделать продакшн полноценный. Ну да, Влад больше сидит там, может, полдня просидеть возле компьютера, я бы с ума сошел. Я не люблю такую работу. Это как происходит? Вы рассчитываете как-то там, вот подобрал звуки, они хорошие, все звучит. Ну нет, это сейчас не в тренде, давай менять будем, потому что не зайдет. Ну да, нужно советоваться, вот взгляд со стороны помогает. Просто у нас как бы сформировался определенный вкус, чего мы хотим услышать на выходе именно для коллектива Доги-Доги. И поэтому мы уже знаем, что мы делаем, просто в какой-то момент мы просто спорим, ну не то, что спорим, просто общаемся друг с другом, показываем. Влад советует со мной, я советую с ним, и вот как-то приходим к общему мнению. Потом мы это все показываем нашему руководству, как говорится. И руководство говорит, колбасит, нормально. А руководство говорит, нет, фигня, идите переделывайте. Такое бывает на самом деле? Да, на страну FM вас не возьмут, и все, это не формат. И мы опять вот переделываем, переделываем. Понял, вот страна FM, это показатель. Друзья, Доги-Доги у нас в гостях сегодня, Сергей, Владиус, Нина. Вы же обычно вот тусовщики, да, у вас такой образ, что вы до четырех часов ночи спокойно тусите. Как вы встали в такое ранье? Вранье. На самом деле это образ такой тусовщиков. В полдевятого мужа спит. Она угадала, ну все верно, да. Сложно вставать утром, особенно мне. А ты что, мужа обычно ночью приходит. У меня вообще проблемы со сном. То есть я сплю, не знаю, для меня, если часов в семь мой организм спит, это считается, что я уже просто супер устал и супер выспался. В семь метро или в семь вечера запутался? В семь часов. А, семь часов в общем, да. Не важно, когда ты ляжешь. Да, то есть атак, часов в пять, вот я обычно так сплю, не знаю, мне хватает. Вроде бы не чувствую усталости, вот, но вот больше спать не могу. А заснуть так вообще не удается. Да мы с вами похуже, ребята. Мы тоже спим по пять часов. Так, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас совсем скоро, буквально через три минуты, состоится премьера песни «Офигела». У нас будет лирик-видео. И, знаете, такой интересный пресс-релиз пришел, что там, значит, фрики тоже могут тонко чувствовать и любить еще сильнее и острее. Я тоже об этом читал, кстати. Да, 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 вот очень хорошо сказано. Вы мне расскажите, пожалуйста, а вот фрики, они вообще чем от нормальных людей отличаются? Да, собственно, ничем. Только что нормальные люди, наверное, ходят на работу, делают какие-то обычные нормальные вещи. Вот, а мы вот что? Мы дураковолянием занимаемся и самолюбованием. Можно сказать, мы революционеры, что ли. Ух ты, ты что? Да, мы революционеры. Мы революционеры. Музыки, ну, вот так. Слушай, ну а вот получается все равно, образ один, а в жизни вы другие люди немножечко. А в жизни есть у вас такая жилка эпатировать? Допустим, вот среди друзей взяли и как что-нибудь такое сделали, что прям вот нарисовались, не сотрешь. Пришел на какой-нибудь банкет. Да. Где очень много всякой рыбы красной. Ага. Пришел, заварился дошрак, сидишь, жрешь. Можешь так делать. Вот тебе революция. Революция. А сейчас будет такой, когда, кстати, приходишь, когда эти все говорят, ну, ты же музыкант, давай спой там. Пой, давай. Это же постоянная история, да? Да, 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 постоянно. Давай спой, давай что-нибудь. Хочется просто прийти и ничего не делать, не петь. Ну, ты же артист, но покажи нам. Иди и послушать, как другие поют плохо, отличать от себя. Ребят, давайте будем двигаться потихонечку к песне «Офигела», которую мы совсем скоро услышим. Значит, первым синглом была песня «Енот», которую мы сегодня слышали, уже клип смотрели. Потом была песня под названием «Которую я не могу произнести так, как это необходимо было бы вообще». Кому надо посмотреть, пожалуйста. По поводу песни «Офигела», как возникло вообще? Там жиря, мы читали, что там в основе лежит реальная история. Что за история? Вот. История пятилетней давности. История любви, как всегда. История любви. Я вообще нытик по жизни. Как тормально. Да, ну такой сентиментальный. Пытаюсь казаться брутальным, но на самом деле нет. Сижу вот это, плачу, песни сочиняю. Вот. Я с удовольствием познакомился бы с молодой Татьяной Былановой в то время. Я думаю, у нас была бы отличная группа. Ну, еще ничего не потеряно. Она уже веселая, она уже не пойдет, понимаешь? Надо, чтобы она плакала. Песня личная. Я думаю, что о ней нечего рассказывать, потому что там все сказано в тексте. Могу только передать привет той самой. Надеюсь, у нее все хорошо. А я вот как раз думаю, вот та самая, которая тогда вот офигела, сейчас смотрит на телерадиоканале «Страна ФМ» и локти себе кусает, да? Угу. Чита. Это не совсем удачная история, да? Да, на самом деле удачная, потому что песня отличная получилась. Мы сидим на стороне «ФМ», вот, поэтому все, что... Все получилось, да? Ребята, значит, прямо сейчас, смотрите, у нас пойдет уже интро. 16 секундочек, пожалуйста, представьте свое творение здесь, в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». «Доги-доги», премьера на стороне «ФМ». Песня называется «Офигела» от всей души, от всего сердца. Давайте, друзья, будем смотреть и слушать «Доги-доги», песню под названием «Офигела». Перебирали струны, щипали словно нервы, А мысли словно дуры, пугали откровенно И закрывали лица от всех дурных прохожих. Мы, как зимой птицы, возявшей тонкой кожей, Нам было интересно, и небо на ладонях вдруг стало очень тесно. Взрывались словно порох, и как обычно город, Вокруг все те же люди, но этот жуткий холод нас до конца погубит. А я стоял, молчал и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не заболела ли ты, ты, ты? А я стоял, молчал и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не заболела ли ты, ты, ты? Попомнишь это море и белый снег на крыше, Ты говорила что-то, а я тебя не слышал, Стояли на причале, тебя хотел так дерзко, Все было как в начале, нам было интересно, Твои смешные жесты, мои больные чувства, Все было очень честно, как пьяное искусство, И бегали по кругу, и напевали сильно, Любили очень нежно, местами агрессивно. А я стоял, курил и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не заболела ли ты, ты, ты? А я стоял, курил и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не офигела ли ты, ты, ты? А я стоял, курил и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не офигела ли ты, ты, ты? А я стоял, курил и слушал, что говорила ты, Сжигая все мосты, что все прошло, не будет лучше, Но как же так, не офигела ли ты, ты, ты? Это было круто! Слушайте, какая хорошая песня! Мне кажется, ее вот даже могут не только парни обижены исполнять, но и девушки! Вот просто вот, когда ты стоишь, вот эта вот не офигела ли ты, душа раскрывается, и все чакры чистятся! Класс! Я на тебя смотрел в клип, когда я прям очень сильно переживал. И думал, офигела ли ты? Офигела ли ты или нет? Переживать чью-то историю, невзятельно там какую-то там свою жизнь. Кстати, что касается текста, я вот вспомнил, мы когда писали, когда я писал эту песню, мы тогда находились с Владиком в одном помещении. Владику мама передала из южного города очень много вина домашнего. Собственно, это и стало тотализатором. Я написал куплет, написал припев, а второй куплет у меня был такой небольшой ступор, вот, и там пару строчек есть не совсем прям личные мои. Я говорю, Владик, а что у тебя происходило? Давай у меня такой ступор. Я уже все сказал в первом куплете и припеве все уже, все сказал, нечего больше. И он начал какие-то свои штуки и вот вспомнил там какую-то свою историю и вот парочку фрастом от Владика. Вот, поэтому она у нас на дам, перемешались чувства. Слушайте, вот лирик видео только вчера, да, вы презентовали на своем канале на ютюбе, а будет ведь еще и официальный клип. Будет официальный клип, у нас есть очень офигенная идея, у нас есть... Про которую нельзя говорить. У нас все есть для этого, осталось только это все снять, воплотить, смонтировать, покрасить и прийти к вам в премьере. Слушай, ну хотя бы для поклонников, ну как пилюшечку инсайдерской информации вообще нельзя прям, если нельзя, то... Смотри, маленькую пилюшечку, клип появится в следующем году. Ну, спасибо, ребята. Так, вопрос есть у нас от слушателей или от зрителя, не знаю, Михаил Смирнов написал. Хотел узнать, вы в Санкт-Петербург приедете выступать? И когда у вас новый альбом, заранее спасибо, удачи вам в дальнейшем, вы во всем лучшие! Вот так вот. Спасибо, нам был первый выпустить альбом. Вот, у нас на самом деле материала очень много, чему мы очень рады. Я думаю, что уже альбомчика два у нас есть. Главное теперь... Плохо, что сейчас не особо прям время такое, что вот альбомы выпускаются как раньше. Вот, но я думаю, что альбомчик мы выпустим. Что касается Питера, очень любим Питер. Я туда хочу приехать просто уже погулять, не знаю, наверное, с сентября месяца. Менеджер нас не пускает. Говорит, работайте, сидите в Москве, пишите песни. Паспорт забрала, да? Да. Вот, поэтому мы, конечно же, приедем немножечко попозже. Я думаю, что, может быть, весной сделаем какой-то концерт. Так, ну, а получается, вот вообще даже здесь вот в Москве в ближайшее какое-то время в составе каких мероприятий можно вас увидеть? Хочется енота танцующего, понимаете, лицезреть. Мы такая группка, мы же начинающая, молодая перспективная начинающая команда, которую можно увидеть везде, где есть вспышки фотоаппаратов и много пресс. То есть мы как цыгане с одной мероприятия на другое ходим, там песенку, там две, там три. То есть просто ловить вас нужно, следить за вашим инстаграмом. Да, ловить нужно на разных светских богемных тусов. Слушай, ну, учитывая то, что на Новый год остается буквально там месяц, да, без малого, я думаю, что будет возможность у поклонников... Я думаю, что сольный наш концерт будет в следующем году, планируем, вот обсуждаем сейчас, может быть, это будет какой-нибудь февраль, либо март. Слушайте, февраль, март, а вот остается всего 30 секунд, не хочется здесь, так сказать, залезать. А в следующем выходе мы обязательно осветим новогоднюю песню от группы Доги Доги, да? Знаете такое, что у вас будет новогодняя песня? Ну, это прям совсем свежая. А вот, вот, надо знать. Так вот, ребята, вы не знали, а она будет. Вот, вот, интриги расследования. Друзья, мы продолжаем, у нас в гостях сегодня группа Доги Доги Сергей Владиус Нина. Приветствуйте, пожалуйста. Ура! А попробуйте обратно. Нина Владиус Сергей! Нина Владиус Сергей! Тщеславия проснулась, Сережа. Тщеславия проснулась. Слушайте, на ранее справедливость тогда Нина Сергеева Владиус. Таким справедливо. Давайте-ка вернемся к новогодней песне. То есть вы для Нового Года специально взяли и торжественно записали? Нет, не специально это было, и не торжественно. Вот, мы просто... Сережа, нам нужна новогодняя песня, слышал я несколько раз, вот, от нашего руководства. Вот, ну, как бы я специально вот что-то писать, у меня не получается. А тут, как бы, прошло какое-то время, и новогоднюю песню уже нужно, в принципе, выпускать, как бы, да? Так, сейчас уже декабрь. Вот, а мы... Я только написал её буквально, там, дней пять назад, или, там, дней семь назад. Случайно просто мне так родилось это всё. На самокате по дороге в Ашан. Вот, я пришёл, Владик быстренько сделал аранжировку, вот, она уже сводится, и в пятницу будет готова. В воскресенье мы будем снимать на неё тоже лирик видео. Ну, ты не скажи, она какая, быстрая, медленная, она обычно, там, на авогодние игрушки, там, или что? Он больше в терминах разбирается. Ну, она в стиле хип-хоп, вот что я могу сказать. Камеди... Камеди хип-хоп. Камеди хип-хоп. Да, он такой смешной. Слушайте, интересно. Очень смешная песня. Прямо хочется послушать. Слушай, ты сказал, Серёж, что специально писать не можешь, правильно, да? Я сейчас процитировал тебя. А вы же сотрудничаете с другими известными музыкантами. А как же... Специально я не могу писать для Доки Доки. А-а-а! Это большая разница в этом. Для других артистов. Да, мы занимаемся ещё... Как занимаемся? Мы подрабатываем, подрабатываем тем, что пишем для других артистов песни. Работаем с известными артистами, чем очень гордимся. Именно в студии именно? Со Светланой Лободой. О-о-о! Да, уже около четырёх треков написано. В новом альбоме они появятся у неё. С продюсерским сетом Григория Лепса работаем. Алина Гросса. Алина Гросса работаем, да. Наша хорошая подруга. Вот. И, собственно, занимаемся. Я также пишу тексты, музыку. Влад сидит, делает аранжировки. Слушай, а с другими артистами это как происходит? Ты пишешь то, что тебе нравится, то, что пришло сверху из «Космос сигнал» или либо тебе артист говорит, мне нужна вот такая песня, вот такая хочу, чтобы была похожа. Бывает такое, что я пишу песню и понимаю, что она абсолютно не подходит, она может быть и хорошая, но абсолютно не подходит к Доги Доги. И, например, я прям слышу, что эта песня подойдёт идеально, например, там Лободе. Прям вот не хочу больше никому другому и целенаправленно отсылаю песню. Вот. А бывает такое, что пишу песню, и она непонятно, кому она подходит, и вот мы с Владиком сидим и думаем, кому её втюхать. Вот. А бывает так, что тебе прям заказывают песню, ты написал, и тебе возвращают и правки всё время, каждую неделю правки, правки. Что делаешь тогда? Бывают, бывают. Правки постоянные. Мы с Владиком… Самое смешное, что можно, например, сделать 7-8 вариантов текста для артиста. А первый самый лучший. А первый или второй скажет, ну вот давайте всё же первый возьмём. Ребят, у нас буквально 50 секунд, есть вопрос. Здрасте, что вы можете сказать… А, ой, нет, не то. Здрасте, хотелось бы узнать, давно ли вы на сцене, пишет Максим. Ну, вы, собственно, об этом говорите, но ответьте Максиму теперь. Я вообще на сцене с лет пяти, Влад. Я… Тоже с пяти. Лет семь, наверное. Ну, если не считать вот музыкальное училище, там где-то… Я назову это слово из семи, но… Семь лет, да. С детства. С детства, да. С детства у него было далеко, глубоко, вот. Поэтому она очень давно… Ну, если считать самую первую сцену, то с четырнадцати лет, ну… Ну, всю жизнь музыки, короче. Получается. Ребят, у нас 15 секунд. Мы вам хотим сказать большое спасибо за то, что вы пришли. Группа Доги Доги. Сергей, Владиус, Нина. Нина, Владиус, Сергей. Вам спасибо большое, что пригласили. А у вас очень красивая студия. Прям всё очень… И кофе вкусное. С клипом ждём. Удачи! 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 Продолжение следует...